Всем привет! Сегодня, наконец, хочу поделиться с вами итогами позавчерашней ярмарки в районном центре у нас в Оленино и рассказать вообще, как всё прошло, как что было. Мы, сразу скажу, что особо там не снимали, потому что времени не было, сделали только несколько фотографий. Фотографии будут в конце, кое-какие там парочка, может, штучек. А так, в целом, ничего оттуда мы не сняли. Так что придётся поверить вам всему со слов. Сразу хочу сказать, что вообще мы были не особо в формате этого мероприятия. Почему? Потому что в основном там все люди, которые там участвовали, все сельские поселения, были с едой. С пирогами, вплоть до тушёного картофеля, с блинами. Всё это было вот в таком виде. То есть не сельская какая-то продукция, именно как в своём чистом виде, а уже какие-то вещи, бутерброды. Всё в таком виде, что люди могли подойти там, купить пирожок за 10 рублей, допустим, да, и пойти дальше. То есть поесть, поесть. Так что мы были единственными, кто вообще привёз туда свою продукцию, собственно, производства. Ну что, давайте вкратце расскажу вообще об особенностях нашего там пребывания. Вообще, как ни странно, но упаковка, ну вот примерно в 60-70% случаев сыграла обратную роль, потому что люди, видя, что товар вроде как красиво упакован, даже не подходили и боялись. Наверное, страшно было, что большая цена у него будет. Про маринованные перепелиные яйца – это вообще отдельный разговор. Ни один человек, который у нас пробовал, мы разрезали одну баночку, положили для пробы. Ни один вообще не знал, что они существуют. Где-то 50% вообще не видели никогда, просто перепелиные яйца не пробовали. А уж маринованные вообще никогда и не знали, что они такие существуют. Так что тоже было довольно сложновато с этим товаром. Что удалось вообще реализовать на ярмарке? Ну весь мёд, который мы привезли, разошёлся. Одна банка маринованных перепелиных яиц. Потому что пришла женщина с девочкой, девочке понравилось, и всё. И баночка ушла девочкой. Так, что ещё? А, ну, куриных яиц, конечно, получилось продать. С перепелиными яйцами было не очень. Ну и, да и, наверное, особо неудобно было людям, которые пришли, если они покупали, то куда-то их надо было нести. Они же ведь хрупкие. Потому что там все пришли поесть, грубо говоря. Так, что ещё было интересного? Ну, интересного было, может быть, то, что корреспондент из газеты брал у нас интервью, но мы не знаем, никаких координат, ничего не оставил. Просто взял это из Тверской газеты, либо Тверской Вестник, либо что-то как-то оно так называется. Ну, посмотрим. Я думаю, что если уж напечатают, то мы увидим это. Сразу ещё хочу так немножко анонсировать, что мы собираемся ещё на одну ярмарку. Но пока ещё не знаю, собирает ли нас эта ярмарка. Но мы уже узнаем в это ближайшее время. Эта ярмарка будет в Есёмово, как мы уже, по-моему, рассказывали в видео, когда мы ездили на Ржевский рынок, на обратной дороге. Деревня. Праздник русской деревни это называется. Или День русской деревни. Так что там тоже будет проводиться и ремесленная выставка, и сельскохозяйственная. Так что мы вот туда хотим всё-таки поехать. И, скорее всего, я надеюсь, поедем. Так что если мы попадём на эту ярмарку, мы в любом случае тогда попадём, но если попадём в качестве участников, это будет ещё вдвойне лучше. Мы обязательно попробуем поснимать и показать, и как мы там стоим, и как вообще там народ. Организаторы вообще анонсируют, что, может быть, будет порядка 20 тысяч посетителей. Потому что в прошлом году тоже было очень много человек со всего Ржевского района, с области, с Тверской. Так что в этом году будет ещё больше, потому что праздник набирает популярность. В общем, всё покажем и расскажем. Так что если кто будет вдруг 16 июля в Жевском районе, то всех зовём в деревню Есёмово на праздник русской деревни. Ну а сейчас всё. Пока-пока. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...